Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Хотелось бы поздравить всех мусульман с наступающим праздником Рамадан. Желаю, чтобы все ваши молитвы и желания сбылись. Дай Аллах! И мы сегодня кушаем. Я, к сожалению, не держу пост. Вот, я кушаю. У нас сегодня, значит, запеченные в духовке грибочки. Я буду их кушать палочками. Будем макать в этот соус, который у меня остался от роллов. Он просто обалденный. Попробуем сейчас. Макнем. Очень вкусно. Сегодня утром проснулась. Посидела на солнышке. Я недавно сдавала анализы. У меня опять пониженный витамин D. Это нужно как-то улучшать. Вы знаете, я вроде пью витамин D, но все равно что-то мне не особо помогает на самом деле. Поэтому я решила не искусственно возмещать этот витамин, а естественно. Почаще бы ездить на море. Вот уже погода хорошая. На балконе была вот в такой вот футболке и не холодно. Рецепт, кстати, на кута. Я вам обязательно оставлю в инфобоксе. Переходите. Смотрите. Очень вкусное блюдо. Что касается идеи блюд разных национальностей. Обязательно в скором будущем мы начнем. Там, не знаю, наверное, с помощью мамы. Будем брать разные, не то что прям страны, а именно разные национальности. Потому что в Дагестане, например, очень много национальностей всяких. Вот. И готовить национальные блюда разных стран. Всех. Без исключения. Начнем, наверное, с Чечни. А там дальше уже пойдет. Пойдет, поедет. Ой, как горячо. Как это есть. Ладно, пока горячие. Мы пока что поедим вот эти грибочки. Выложила я, значит, в инстаграм фотографию касательно месяца рамадана. Внизу написала там поздравления всех верующих. И людям опять не понравилось. Типа фотография неуместна к описанию. Что ж ты в трусах не выложила фотографию? А кто сказал, что я там в трусах? Не знаю, некоторые люди просто... Лишь бы придраться к тебе. Написать что-то неприятное. Я лично считаю, что нормальная фотография. Которая была у меня в галерее. Но люди все равно недовольны. Вот что делать, ребят? Плохо сделаешь, люди недовольны. Хорошо сделаешь, люди недовольны. Как действовать? Это в инстаграме. Я пост сделала. Я читаю все ваши комментарии. Айка, как относишься к хейтерам? И какие именно комментарии тебя сильно раздражают? Раздражают. Хейтер есть у всех, и это нормально. То есть я понимаю, что всем, для всех я быть хорошей не смогу. Меня больше всего раздражают комментарии, когда люди заходят и пишут Фу, что за дебильный формат? Как ты чавкаешь ужасно. Противно смотреть. Если противно смотреть, не смотрим у к банке. То есть я понимаю, что не всем нравится этот формат, и это нормально. Но когда люди на каждом видео пишут, фу, смайлики, где они блюют. Какие дураки это смотрят. Что у меня тут в рекомендациях. Меня, если честно, это очень раздражает. Но, блин, тебе не нравится, кому-то нравится. Если у меня есть просмотры, значит люди меня смотрят. Такие комментарии меня на самом деле обижают, если честно. И раздражают просто. Некоторые считают, что если у тебя есть аудитория и тебя хейтят, то ты должен к этому привыкнуть. Каждый человек имеет право на самовыражение и как бы высказать свою точку зрения. Я с вами была согласна до тех пор, пока у меня не появилась аудитория. Иногда люди доходят до того, что оскорбляют тебя, твою семью, твоих близких. И хочешь, не хочешь, это тебя злит. Хотя я еще спокойный человек. То есть я достаточно уравновешенная. Не могу сказать, что я какая-то нервная. Все равно это в какой-то степени раздражает. Особенно раздражает, когда человек у себя в глазу бревна не увидит, а у тебя даже пылинку заметит и тебе обязательно об этом сообщит. У каждой профессии есть свои минусы. Например, на моей основной работе ты можешь целый месяц, например, ничего не заработать. Ходишь на работу, пытаешься и так далее. Можешь ничего не заработать просто. Так что везде есть свои минусы. У нас сосед работает риэлтором. И он говорит, клиентов возил то в эту квартиру, то на эту квартиру, то на другую. Пережевывал все. По сто раз. А потом покупатель просто пошел и напрямую купил эту квартиру без риэлтора. Просто в конце сказал, что я вариант, который меня устраивает, уже нашел. А по факту, просто один из вариантов, который ему показал риэлтор, ему понравился. И чтобы не платить, напрямую приобрел. То есть везде есть свои издержки, везде есть свои проблемы, минусы. Не бывает идеальной работы. Ты просто лежишь на кровати, нифига не делаешь, и каждый месяц тебе поступает где-то 5000 долларов. Ну, такого не бывает просто. А жаль. Жаль, что такого не бывает. Я всегда, когда была маленькая, у меня был вопрос, на который мне никогда никто не мог ответить, пока я не поступила в универ. Вот я не понимала. Все люди жаловались на то, что им не хватает денег, маленькие зарплаты и так далее. Я в детстве миллион раз папе говорила, я говорю, почему нельзя напечатать много денег, чтобы всем хватило. Ну, вот почему мне 8 лет? Я это понимаю, а государство не может сообразить. Папа просто угорал надо мной, говорил, вырастешь, обязательно напечатаешь. И меня очень беспокоил этот момент, что почему нельзя напечатать деньги. Потом я выросла и поняла, что к чему. Мои надежды разбились. О скалу реальности. Потом у нас еще, знаете, в детстве что было? У меня дядя, папин брат. Слава, что ему небесное, он умер. Я помню, что каждый год мы его поминали. Каждый год. Я всегда папе говорила, есть передача «Жди меня». Давай напишем на эту передачу. Папа мне каждый раз объяснял, что он не потерялся, он просто умер. Я говорила, а здесь на передаче все думают, что человек умер. На самом деле, потом он находится где-то. Это были две темы, в которых я постоянно спорила с папой. Доказывал, что нет, ты не прав. Выросла и поняла, что, оказывается, не права была я. Вкусно. Я прям строила себе планы на жизнь. Вырасту. Докажу всем домашним, что, нажди меня, найдем дядю. Напечатаю дофига денег. Куплю принтер и напечатаю. Сейчас вспоминаю, просто мой смешно. Айка, чувствуешь ли ты себя готовой к семье и к семейной жизни, к быту? И как будешь справляться? Я на самом деле абсолютно не чувствую себя готовой к семье. Более того, у меня нет такой, знаете, навязчивой идеи прям выйти замуж. У меня она была, когда мне было, наверное, лет 18-19. Сейчас у меня такого абсолютно нету. Я все прекрасно чувствую. То есть, и без всех хотел забот. Мне же не 35, чтобы быстро-быстро-быстро. Мне кажется, в каждом жизненном этапе есть свой кайф. И жить с родителями, снимать видео, много свободного времени. Не знаю, в этом тоже есть свой кайф. Мне больше близко мышление, например, европейцев, которые заводят всего одного ребенка, и то на старости лет. Смотрю на Оксану Самойлову. Это огромный труд. Конечно, это офигенно. Классная фотография. Твоим детям есть на кого положиться. Но в то же время нужно думать о финансовой составляющей. Будут ли у меня деньги нанять няню? Есть еще развитие детей. Нужно их отдать в какие-то кружки. Чтобы они как-то развивались. Не просто родила, и во дворе они играют. С годами же потребности все-все-все увеличивается. Поэтому даже если в ближайшие три года я создам семью, наверное, где-то три-четыре года я просто планирую жить для себя, развиваться, стремиться к чему-то, а потом уже дети. Я наелась, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю, целую. С вами была Кемери. Пока. С вами был Игорь Негода.